Всем привет! Это Дэн Най Ти Ви, и мы вновь приглашаем вас погрузиться в мир интересных новостей кино и шоу-биза. Дождались. Итак, сегодня вы узнаете, в чём обвинил Брэда Питта его бывший сожитель. Чистюлей он вообще не был. Это возмутительно! Какому легендарному фильму исполнилось 30 лет? Да ладно! Кто любимый актёр и кумир Кристен Фьюарт? Эксперименты, творчество и идеальный вечер Кейт Бланшетт. Собака на диване, попкорн в миске. Что там за новые трейлеры? Не делай этого! А также отметим день рождения знаменитого режиссёра Джима Джармжа. Впереди, как всегда, будет немало всего интересного. От вас по традиции лайк, а мы начинаем. Красивые дворцы, суперкары, дерзкие курицы, мордобои, английские аристократы и всё, что им присуще. Утончённость и агрессия. После успеха фильма «Джентльмены» Гай Ричи возвращается, но уже с аналогичным сериалом. Мы будем играть или будем говорить? Итак, новые «Джентльмены» станут спин-оффом, а главный герой картины, молодой человек по имени Эдди Холстед, узнает, что полученное им наследство связано с наркоимперией Микки Пирсона. Добро пожаловать в джунгли! Всего планируется 8 серий, которые выйдут в марте этого года. Ставь плюс, если любишь творчество Гая Ричи. Джонни Депп уже работает над новым фильмом. Какая интересная у людей жизнь. Но теперь не как актёр, а как режиссёр. Картина под названием «Моди» расскажет о приключениях художника Амадео Модельяне в Париже в 1916 году. Чем же он там таким занимался? А у меня есть время бегать по магазинам. Но по-настоящему всех порадовала актёрская группа фильма. Здравствуйте. Здесь собирается группа? Да, да, заходите. Отлично. Где, как вы поняли, появится сам Аль Пачино, которому уже 83. Я всё ещё живой. Также Аль Пачино будет и продюсером. Вместе с Деппом они снимались в фильме «Донни Браско». Так что две легенды снова вместе. Для того друзья и существуют. Для самого Деппа «Моди» это уже второй режиссёрский проект спустя 27 лет после картины «Храбрец» в 1997 году. Так что теперь все ждут его новую работу. А вы будете смотреть. Если вы передумаете, то вот моя карточка. Пока Дженнифер Лоуренс хвасталась, как она выпроводила Роберта Дениру со своей свадьбой, то другая актриса Кристен Стюарт наоборот рассказала Кевину Харту, как она им восхищается. Ну такая кто в нашем бизнесе вызывает у тебя восхищение? Ой, ну как-то раз я играла, значит, дочку Дениру. Угу, в фильме «Однажды в Голливуде» 2008 года. Ну и у меня там роль всего ничего, 5 минут, ты понимаешь. Но Дениру был таким вежливым и обходительным. То есть я там снималась совсем чуть-чуть, а он такой после съёмок подходит и говорит «Спасибо огромное, приятно было познакомиться». А я такая стою «Да ладно, это мне было приятно». Очень рад, очень рад познакомиться. Ха, класс. А вот как у меня была минута славы с Дениру. Ну значит это было в фильме «Забойный реванш», где снимаются такие легенды, как Сильвестер Сталлоне и Роберт Дениру. И тут вдруг рядом с ними я, оп, Кевин Харт. Да я с ним рядом срать не сяду, оно того не стоит. Что значит не стоит? Ну а для меня они просто суперзвёзды. А я кто тогда для вас? И вот я прихожу, здороваюсь, они говорят «Очень приятно», «Ты такой весёлый». Это было круто, я в восторге. Ну и вот, значит, ага, после съёмок я иду такой к Дениру. Он вот так же вот сидел, как я, в кресле. Ну я сзади к нему подхожу и начинаю рассказывать, как я рад с ним сниматься и как я признателен ему. А он сидит тупо на игноре и всё. Ну в общем я обхожу кресло, смотрю, а он спит. Причтите, зараза такая. Ха, представляешь, я ему всю душу изливал, а он спал. Не, ну а вообще он, конечно, очень вежливый, потрясающий человек. О, я даже знаю, как это бывает с ним. Он полностью фокусируется на тебе, а внимательно слушает. Ты начинаешь что-то активно ему рассказывать, налечивать. И у него даже плечи подаются вперёд к тебе. Ну и вроде вы хорошо общаетесь, а потом резко раз... Заснул. Да ну? Не, ну посмотри, ну, а? Да, точно, заснул. Да, вот такие интересные рассказы о Дениру. Друзья, а вы умеете засыпать в присутствии других людей? А теперь спать! Спать! Дэвид Духовный снялся в новой драме, чтобы сообщить главному герою... Я не твой отец! ...вот такую жестокую правду узнаёт 14-летний Адам. Там кто-то есть! Не делай этого! В итоге парень решает отправиться на поиски своего настоящего отца. Имея на руках всего лишь список с перечнем теоретически возможных кандидатов. Так может ты всё-таки расскажешь что-то про моего отца? Впереди его ждут новые приключения, побеги и опасное знакомство. Но, как говорится, цель оправдывает средства. Мы искали тебя так долго! Всё это в новой драме Адам Первый. Арнольда Шварценеггера задержала в аэропорту Мюнхена местная таможня, про которую Терминатор думал, что... Частной таможни нет, контрмандистов нет. Как оказалось, знаменитый актёр был задержан за то, что он путешествовал с дорогущими часами, которые Арни выставил на аукцион своей благотворительной организации в Австрии и, видите ли, не задекларировал эти часики. Господа, он тоже человек. Он у меня чуть часы не купил. А они оказались от люксового бренда Одмар Пиге и стоят более 20 тысяч долларов. Сам Арни уже давно сотрудничает с этой фирмой. Часы этой марки мелькали даже в фильме Терминатор 3. Восстание машин. В итоге Арнольда заставили уплатить огромный штраф. При этом терминалы для оплаты у таможни не работали и железного Арни долго тягали по банкоматам, проверяя его железное терпение. После оплаты таможня его таки отпустила. Таможня дает добро. Ну а Шварценеггер, сами знаете, что сказал им напоследок. I'll be back. И Оскар получает... Кейт Бланшетт. Два Оскара, три золотых глобуса и своя звезда на Голливудской аллее славы. Исключительный набор для успешной актрисы. Кейт Бланшетт стала одной из самых востребованных и популярных австралийских актрис в мире. Несмотря на успех и востребованность в Голливуде, Бланшетт живет преимущественно в родной Австралии. По-настоящему я ощущаю себя дома в австралийских лесах, потому что там абсолютная тишина. В мире не много таких мест. Кейт Бланшетт всегда открыта к экспериментам. Например, может согласиться на роль в любимом театре Сидне, в котором периодически играет с 1992 года. Либо же приехать в Британию и внезапно сняться в клипе группы Мессив Атак. А может и вовсе взяться за озвучку мультфильма. Вот, например, в двух последних частях анимационной истории «Как приручить дракона» Кейт подарила свой голос матери главного викинга, Валке. Однако, несмотря на любовь к работе, отдых и семья у Бланшетт в приоритете. Вот уже 23 года актриса замужем за сценаристом и режиссером Эндрю Аптоном. У пары дочь и трое сыновей. И теперь идеальный вечер знаменитой актрисы выглядит так. Собака на диване, попкорн в миске, все вокруг чистые, потому что у меня дети-тинейджеры, и вы понимаете, что может быть. И затем мы смотрим кино. Если остается время, то Кейт может посвятить его игре на губной гармошке. Моя маленькая леди. Я могу сыграть Боба Дилана, но вообще играю на губной гармошке. Не ожидали? Наслаждайтесь. Брэд Питт оказывается вообще не чистюля и ненавидит душ. Это телевидение дал. Приезжайте срочно. Его бывший сожитель, актер из сериала «Беверли Хиллз 902.10», внезапно откровенно сдал Пита во время своего нового интервью. А каким он был, когда с вами жил? Ну, Брэд, по сравнению с нашим третьим сожителем, который считался ходячей катастрофой, еще был нормальным. Но чистюлей он вообще не был. Фу, что это запах такой? Мы даже играли с Брэдом в игру «Кто сможет продержаться дольше без душа?». Я понимаю, насколько это отвратительно звучит, но все же. Так и кто побеждал в этой игре? Конечно, Брэд. Ну, можно считать, что вы экономили водные ресурсы. Да, точно. Так а чем вы освежались у себя в квартире? Как чем? Пивком. В общем, Джейсон и Брэд жили вместе, когда еще были мало кому известны. Но потом Питт получил роль в фильме «Тельма и Луиза», а Джейсон роль в сериале «Беверли Хиллз». Дальше они разъехались и больше не общались. Ну и в общем, Питт, как известно, стал суперзвездой и получил уже два Оскара. А Джейсон ходит и раздает интервью и вспоминает, как все было. Ну что, поверим ему или Питу, который все-таки следит за гиеной? Принять волну, выпить чашечку. Французского актера Жанна Рено мы видели на премьере фильма Шона Пена «Последнее лицо». В 2016 году замечательного актера Гарри Олдмана нам посчастливилось увидеть на закрытии Каннского кинофестиваля в 2018 году. Тогда же мы попали на выступление британского рок-музыканта Стинга. С Натальей Порпен нам удалось пообщаться лично. Я была такой молодой, так что я настоящий счастливчик, потому что стартовала в кино так рано. Но я именно этого и хотела, и у меня до сих пор есть этот запал. А к чему мы вообще вспомнили этих замечательных людей, профессионалов своего дела? А к тому, что ровно 30 лет назад, в 1994 году, на экраны французских кинотеатров вышел фильм Люка Бессона под названием «Леон», где Натали Портман дебютировала как актриса. Спустя два месяца картина вышла в американских кинотеатрах, но там название фильма почему-то звучит как «Профессионал». И вышел он в укороченной версии. Из оригинала вырезали целых 25 минут экранного времени, с целью, как тогда выразились продюсеры, обеспечения душевного комфорта американской публики. Именно поэтому из фильма были вырезаны не только сцены, описывающие, как Матильда помогает Леону в его работе киллера, но и весь сексуальный подтекст, включая сцену, в которой главная героиня предлагает Леону стать ее любовником. Тем не менее, эти изменения не помешали фильму приобрести культовый статус, и на данный момент считается лучшей работой Люка Бессона, по мнению большинства зрителей, критиков и, конечно же, Day Night TV. После премьеры фильма в Америке, Жан Рено вспоминал. Американские зрители меня признали за своего. Я им понравился, они меня приняли. Белые, черные, не важно, все. Итак, о фильме. 12-летняя Матильда, которую играет Натали Портман, живет в Нью-Йорке вместе со своей неблагополучной семьей. Ее отец работает на невротичного полицейского наркомана, Нормана Стэнсфилда, которого играет Гарри Олдмен. Однажды отец Таник ройдет у него наркотики. С мачехой у девочки отношения не сложились, и единственное, что все еще удерживает Матильду от того, чтобы убежать из дома, это ее маленький брат, которого она очень любит. Однажды, возвращаясь домой из магазина, Матильда обнаруживает, что вся ее семья была зверски убита тем самым полицейским Стэнсфилдом, разоблачившим кражу отца. Спасая свою жизнь, девочка в отчаянии стучится в соседнюю квартиру, где проживает таинственный мужчина по имени Леон. Его роль исполнил Жан Рено. Он на самом деле оказывается профессиональным убийцей. Узнав об этом, Матильда просит обучить ее ремеслу, чтобы отомстить за смерть своего братика. Естественно ли он отказывается, но со временем его симпатия к девочке растет, и он решает ей помочь. Интересно, что Портман первоначально не прошла кастинг на главную роль, поскольку на тот момент ей еще не исполнилось и 12-ти. А персонажу Матильды по сценарию было 13-14 лет. Тем не менее, она пришла на пробу еще раз и отыграла сцену так, что Бессон отдал ей эту роль. Как тебя зовут? Матильда, а тебя? Леон. Симпатичное имя, Леон. Несмотря на возраст, актрисе на съемочной площадке Леона нужно было курить, драться и намекать герою Жан Рено на интим. Кастинг директора фильма вспоминал. Я понимал, как будет трудно найти родителей, которые разрешат 11-летней дочке, сыграть эту роль. Мне было 11 лет, когда я прочитала сценарий. Я помню, что сидела у отца в кабинете в его кресле. Читала и в конце плакала. Он был очень эмоциональным. Родители увидели его и сказали, никаких съемок, ни за что. Закричала, это лучшее, что я читала в жизни. Вы мне испортите всю остальную жизнь. В общем, они сдались. Родители выдвинули несколько условий, среди которых было то, чтобы в фильме было не больше пяти сцен с курением Матильды. И чтобы во время них она не затягивалась и не выдыхала сигаретный дым. Бессон согласился с этой просьбой. И если пересмотреть фильм, то можно увидеть, что Портман действительно ни разу не затянулась. Из всех многочисленных персонажей, которых сыграл за свою карьеру Гарри Олдмен, Норман Стэнсфилд является, пожалуй, самым известным. Продажный полицейский, любитель классической музыки и наркоман. Замечательный злодей. Жаль только, что актер так и не получил ни одной номинации за эту роль. На съемочной площадке Олдмен импровизировал практически в каждой сцене, что вызывало недовольство у самого режиссера. Но одновременно ничуть не помешало ему включить почти все эти импровизации в фильм. Взять хотя бы вот эту сцену. Что значит всех? Да иди на маааа! Первоначально Олдмен сделал несколько дублей, где произносил эту реплику нормальным голосом, а затем решил подшутить над режиссером. Бессон оценил шутку и использовал на монтаже именно этот дубль. У многих известных режиссеров есть свои любимые актеры, которых они раз за разом снимают в своих фильмах. У Мартина Скорсезе это Роберт Де Ниро и Леонардо Ди Каприо, а у Люка Бессона таким постоянным актером был Жан Рено. Рено снимался во всех без исключениях картинах режиссера в 80-х и начало 90-х годов. Это были такие фильмы, как «Последняя битва», «Глубая бездна» и «Никита». Идея снимать историю убийцы-одиночки возникла у Бессона как раз на съемке фильма «Никита», где Жан Рено сыграл чистильщика Виктора, убирающего лишние улики после неудачной миссии главной героини. Именно тогда режиссер принял решение отдельно раскрыть судьбу персонажа Рено, создав для него персональную вселенную. Леон стал кульминацией их сотрудничества и по сей день остается, вероятно, самой известной ролью актера, а также последним разом, когда они вместе работали на съемочной площадке. После этого их пути немного разошлись. Конечно, Рено снимался в нескольких фильмах, которые продюсировал Бессон, но нигде более не играл в фильмах, где тот выступал в качестве режиссера. В своем интервью один из продюсеров фильма вспоминал. Мы с Люком Бессоном готовились к «Пятому элементу». Мы работали над ним уже 3-4 года, срок это слишком долгий, и внезапно Люк решил, что ему необходимо в любом случае снять какой-нибудь еще фильм. Простой случился из-за того, что Брюс Уилли, с которым должен был сниматься в главной роли «Пятого элемента», был на тот момент занят в других проектах, а съемочная группа была собрана, да и сценарий Леона давно созрел в голове режиссера. Вот так и появился фильм, ставший позднее культовым коллекцией мирового кинематографа. Изначальный сценарий Леона был еще мрачным и противоречивым, а финал так вообще трэш. Сама Матильда в плаще погибшего Леона, увешанная гранатами, подрывает всех, кто находился рядом с трупом ее друга. Остается лишь порадоваться тому, что позже Бессон решил изменить финал. Это, конечно же, грустная история, но такая концовка была бы слишком кровожадной. Это же все-таки фильм больше о взаимоотношениях и о любви двух главных героев, а не о месте. Звучащая в финале композиция «Shape of my heart» британского рок-музыканта Стинга передает все настроение фильма. Обязательно посмотрите, кто еще не посмотрел. ДНИТВ рекомендует. ДНИТВ благодарит всех наших подписчиков. Друзья, большое спасибо всем тем, кто под каждым нашим выпуском оставляет интересные и развернутые комментарии и всегда поддерживает наш канал. И в этот раз в ТОП-10 вошли. Это, конечно же, далеко не все. Друзья, вас очень много, и мы обязательно будем благодарить всех самых активных в каждом выпуске. Ну что ж, продолжаем. Крестный отец панк-рока, поэт, вокалист, композитор и все это Игги Поп. О нем можно долго рассказывать, как о неординарном музыканте, который вошел в историю. Но мы затронем его вклад в кино. Немало песен Игги Попа стали саундтреками для разных фильмов. В 2017 году Игги даже получил номинацию на «Золотой глобус» за лучшую песню к фильму. Трек, как и картина, называется «Золото». Но певец всегда был и сам не против посниматься в кино. И, как оказалось, независимому артисту главное было найти независимого режиссера. И они встретились, Игги Поп и Джим Джармуш. И в честь такой дружбы мы представляем вам топ-5 фильмов Джима Джармуша, где появился Игги Поп. На пятом месте комедийный фильм ужасов «Мертвые не умирают». Режиссер дал своему другу небольшую роль зомби, который нападает со своей подругой на людей в кафе. Извините, мы закрыты. Не подходи! Я думаю, это зомби. Что? Действие происходит в американском городке, где местные полицейские пытаются противостоять нашествию зомби. Выглядит великолепно. Это пародия на современное общество, которое разлагается. Вы что, сговорились? Свой пока новейший фильм Джармуш представил по традиции на Каннском кинофестивале. Во Францию он привез настоящий звездный десант, который и снялся в его картине. Билл Мюррей, Тильда Свинтон, Адам Драйвер, Селена Гомес и другие. Игги Поп не приехал. Впрочем, его мы увидели на экране. Как выжить среди зомби, если вы человек? Оу, ну даже не знаю, попытайтесь не выделяться. Мистер Джармуш, как выжить среди людей, если вы зомби? Я вообще-то вегетарианец. На четвертом месте «Паттерсон». Драма о поэте, который работает водителем автобуса в городе Паттерсон, штат Нью-Джерси. Привет, Даня, все в порядке? Да не совсем. Ребенку нужны брекеты, в машине коробка передач полетела. Еще у меня сыпь на спине. А как ты? Нормально. Главную роль сыграл Адам Драйвер, который получил ряд престижных премий и номинаций за свою актерскую игру. Это Паттерсон, автобус 23, у меня проблема. Когда Джин Джармуш рассказал о фильме своему другу Игги Попу, то тот сказал «О, Паттерсон, в 70-каком-то году девушки Паттерсона выбрали меня самым сексуальным мужчиной на планете». Задействовать музыканта тогда из-за разных графиков не получилось, но режиссер все же напомнил о своем друге и этом факте в картине. Знаешь этого чувака? Игги Попа. А, да, Игги из The Stoches. Вешать? Да, конечно, почему нет? Вот это дружба! Третье место «Мертвец». Прошлой ночью Меньшова моего, Чарли, хладнокровно порешили. Социальные вестерн-притчи, так можно было назвать очередной авторский проект Джармуша, на который едва хватило денег. Найти и притащить негодяя ко мне живым или мертвым все одно. Хотя мертвого тащить, пожалуй, проще. Пополнял худой бюджет из своего кармана даже Джонни Депп, который сыграл одну из главных ролей. Картина расскажет о мистическом путешествии индийца и бухгалтера по Дикому Западу. Фильм ждала трудная прокатная судьба и, оказавшись в программе Каннского кинофестиваля, он также не расположил к себе жюри. Впрочем, для фанатов и гип-попа главное было вновь увидеть своего кумира. Здесь режиссер дал своему другу сыграть в Сальваторе или попросту Салли, охранника у костра, а также повара и проводника. Ах да, еще и музыканта и панка. Интересный набор качеств. Джим Джармуш работал над фильмом «Кофе и сигареты» в течение 17 лет, с 1986 года по 2003 год. Картина состоит из 11 черно-белых короткометражных новелл. И в каждой из них играют любимые Джиму Джармушу актеры, шоумены и музыканты. Неспешно ведут беседы, попивая кофе и покуривая сигареты. В 1993 году был снят эпизод с музыкантами Игги Попом и Томом Уэйтсом, который встречается в баре и выкуривает по сигаретке в честь того, что бросили курить. Знаешь, когда бросаешь курить, вся прелесть в том, что разок закурить можно, потому что бросил. Самое интересное, что незадолго до съемок фильма «Игги и Том» действительно бросили курить, но после съемок опять взялись за старое. Эх, Джармуш, что ж ты так людей разлагаешь-то, а? Ну и на первом месте, на наш взгляд, фильм «Гимми Дэнджер. История Игги и Вестуджис». В этот раз Джармуш взял своего друга на главную роль, а все потому, что решил сделать картину о самом Игги Попе и его родной группе Вестуджис, которая фактически стала родоначальником панка и альтернативного рока. Премьера фильма прошла в 2016 году на Каннском кинофестивале, где побывали и Day Night TV. Нам удалось тогда даже задать вопрос главному герою фильма. Большое спасибо за этот документальный фильм, который по-настоящему вдохновляет. Я представляю Украину, а почему рок становится гораздо популярнее и востребованнее для общества как раз во время кризиса, и при этом не важно, в какой стране. Я надеюсь, что это так, и рок и вправду еще востребован. Но сейчас время современных технологий и музыка — это сплошное бумс-бумс. Вау, да после этого и жить не хочется. А вообще, людям нравится рок. Я вот вспомнил, как лежал на пляже такой, и подходит ко мне, значит, огромный серп и говорит, «Я обожаю музыку, слушаю новое техно, электронщину, но ты не расстраивайся. Мы любим и твое старье тоже». Ну что ж, если Джармуш продолжает еще снимать, а Игги попеть, значит, жди новых сюжетов. Спасибо всем огромное, что досмотрели до конца. На этом все. Увидимся в следующих выпусках. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok